всем привет с вами Светлана и сегодня видео продолжение о том как я получаю разрешение на установку автономного отопления что такое не везет и как с этим бороться начиналось сегодня с утра потому что короче сели троллейбус там в центр не едет там рога слетели в общем вышли пешком идем нашему горисполком надеюсь сегодня мне повезет очень сильно надеюсь потому что уже полтора месяца прошло и должно уже что-то хоть наконец-то прояснится что мы идем сегодня через центральный вход входа здравствуйте к вам да да уже второй раз первый раз через месяц у нас не было решений сказали подойти после нас позавчера была только комиссия ответы будут все со среды кабинет 102 а сегодня не работают обрабатывать там не говорили чтобы я после 20 я 22 подошла и все равно что у нас было 20 вересня и как у вас адреса я живу я два года я ЖЭК номер один. Пятый этаж. ЖЭК номер один. 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 У нас вообще в списках нет. Было вчера заседание, и нас в списках нет. Ну, в списках кому дали? Вам не дают дозвину? Ну, как же, если я не буду? Не дают вообще, дозвину. Нет, вообще не дают. Нормально. Я не понял, вы к нему приколов? Я что-то тоже этих приколов не понимаю. Вот и все, дорогие мои. Осталась я в этом году, возможно, и в следующем, без отопления, без автономного. Оказывается, что на моем, значит, я живу на пятом этаже, внизу, на четвертом есть отопление автономка, а на третьем там центральное. И вот из-за этого нам не дают разрешения, потому что на стояке еще есть квартира неотключенная. от центрального отопления. Там живет молодая семья. И, конечно же, ясно и понятно, что они получают субсидию. Им хорошо, им там тепло на третьем этаже, потому что они между четвертым этажом и вторым. Вот, они по субсидии какие-то денежки минимальные оплачивают, и им выгодно. А нам получается совсем-совсем невыгодно. Во-первых, пятый этаж, все тепло уходит наверх. Вот, во-вторых, субсидию я не оформляю. У нас много человек, но у нас не получается субсидия. Мы оплачиваем полностью все отопление, очень дорого. Батареи еле-еле работают. Вот, очень обидно, что вот так вот получается. Значит, тогда давали, теперь совсем другое. Другие условия теперь не дают. В общем, издеваются над нами, как хотят. Вот, хочешь, не хочешь, а ты зависишь от той квартиры, которая не отключена. И таким образом надо жить, продолжать жить. Прохладно, 17 градусов, 16 зимой. И вот, в такой мы оказались ситуацией. Так что, что такое не везет и как с этим бороться. Я уже прошла. Как не хочется мне, не обидно, как не хочется мне. Плакать в такой... Польница? Вот тут, вон идете туда, через гаражи. Да, дойдете до гаражей и подниметесь по улице, по асфальту там. И... Как бы мне не было обидно, как бы мне не хотелось плакать. Вот, но иногда говорят, что не делается, то делается к лучшему. И я думаю, что это все к лучшему. Когда-нибудь все отключатся от отопления в нашем доме. И мы останемся одни. И тогда просто-напросто нас будут просить, умолять, отключиться. Но у нас не будет денег. Мы скажем, мы не можем. Нас будут даже просить и оплачивать нам половину стоимости. И вот тогда мы уже отключимся. Ну, такого времени придется нам подождать. Так что, решаю дальше свои проблемы. И ставлю новое окно с балконной дверью. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok